МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканал Архиз-24 в студии Азария Таркенов. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. К нам на днях уже поступят новые школьные автобусы. Мы очень благодарны руководству республики за такую поддержку и за такую возможность обновить автопарк школьных автобусов. Автопарки, школы, больниц пополнятся новыми автомобилями. В Карачао-Черкесию поступят 25 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи. Я всегда по-хорошему завидую художникам, как можно видеть вот эту красоту всего, то, что мы видим. И отобразите это вот на бумаге, на картине. Карачао-Черкесия в картинах. Лучшие художники региона подготовили выставку, посвященную 25-летию родной республики, что ждет любителей живописи. Леопарды очень редко размножаются в неволе. Теперь жители и гости Карачао-Черкесии, посетив зооприют, смогут собственными глазами увидеть целое семейство леопардов. Необычное пополнение. В одном из зооприютов Карачао-Черкесии родились детеныши леопарда. Одним из первых с новорожденными познакомилась наша съемочная группа. Автопарки, школы, станции скорой помощи пополнятся новыми автомобилями. Это произойдет благодаря обращению главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова в соответствующие структуры. Так, по распоряжению правительства России в республику в скором времени поступят 14 автомобилей скорой помощи. Новые автомобили будут направлены на обновление парка скорой помощи в районных медучреждениях. Вся техника закупается напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Автомобильный завод «ГАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», «КуАЗ» и других. Средства на их приобретение выделены из резервного фонда правительства России. В целом 75 субъектов России получат более тысячи скорых, а 77 субъектов – порядка полутора тысяч школьных автобусов. Культуру в массы. В Карачао-Черкесии продолжается строительство и реконструкция 12 сельских домов культуры в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сегодня министр строительства ЖКХ Республики Евгений Гордиенко совместно с представителями Дирекции капитального строительства и подрядных организаций провел совещание по этому вопросу. На встрече рассмотрели сроки и качества проводимых на объектах работ. Участники совещания подчеркнули, что при строительстве необходимо неукоснительно придерживаться установленного плана графика. Все дома культуры должны распахнуть свои двери уже в этом году. За строительством одного из них в селе Терезе проследила наша съемочная группа. Своего дома культуры в селе с населением свыше 7 тысяч человек по сути давно не было. Любые собрания актив села проводил в здании местной школы. И вот в июне строители приступили к возведению нового здания, которое станет центром культурной жизни села. С жителям села негде собираться, даже если сход граждан. Поэтому будет где собираться, откроется около 10 новых рабочих мест, это уже 10 семей, а придут кормильца. Плюсы большие, возлагаем большие надежды на этот клуб. Спасибо руководству республики, руководству района за то, что в такие непростые времена нашли возможность. Располагаться новое здание будет практически в центре села, возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Общая площадь застройки около 600 квадратных метров. Внутри будет большой зал на 300 мест, сцена, вестибюр с гардеробной, два помещения, в которых планируется обустроить библиотеку и музей. Работы ведет профессиональная бригада строителей. В работе задействовано 30 человек. Строительство ведется вовремя. Вроде успевают. Окончание, думаем, закончат к декабрю, если получится, к ноябрю. Помимо этого, облагородят и территорию возле Дома культуры. Дорожки выложат тротуарной плиткой и посадят деревья. Всего же в 2017 году в республике планируется завершить строительство и реконструкцию 12 домов культуры в сельской местности. Раносчука, Мурат Кемрюга, Вархыз, 24. И еще одна положительная новость из районов республики. В станице Зеленчукской практически закончено обновление дорожного полотна по улице Мира. Множество неудобств вызывало то, что одна из центральных улиц находится в плачевном состоянии. Главой региона Рашидом Темрезовым было поручено осуществить работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог по всей республике за счет средств дорожного фонда Карачао-Черкесии. По данному указанию и начались работы в станице Зеленчукской. На месте работ побывал и наш корреспондент Ринат Ибрагимов. Наконец жители станицы Зеленчукской могут спокойно проехать по улице Мира без каких-либо печальных последствий для своих автомобилей. Ануар Кипкеев проживает по этой улице. Кому как не ему знать о проблемах дороги, прилегающей к его дому. По его слабам подъехать к собственному дому была задача не из легких. Вся дорога была в огромных ямах, передвигаться по ней было просто невозможно. Очень приятно. Мы рады все жители вот этого квартала, что вот эту дорогу сделали. В центре нам вот здесь отдать центра 500 метров ровно. Чтобы туда поехать, мы делали круг через светофор. А сейчас сел, поехал. Даже теперь кто едет с окраина в центр, он светофор не заезжает. Объезжает и ездит по этой дороге. По истечению продолжительного срока эксплуатации дорога пришла в негодность для транспортного передвижения по ней. И даже пешим ходом пройтись было весьма затруднительно. На протяжении 15 лет дорогу не ремонтировали. Не проводился на ней ямочный ремонт. Людям приходилось объезжать данную дорогу всевозможными путями. Ситуация изменилась, когда жители станицы Зеленчукской обратились к главе региона Рашида Тимресова во время приема граждан Зеленчукса в муниципальном районе. На данный момент на дороге полностью обновили асфальтное покрытие протяженностью 900 метров. Это одна из многочисленных дорог, которые будут капитально отремонтированы в течение ближайшего времени по указу Рашида Тимресова. Данная улица представляет собой одной из центральных улиц Станицы Зеленчукской. Но так как состояние не позволяло полноценно использовать много жалоб, начиная от простых пешеходов, заканчивая с любителем, все жаловались на состояние. Сами видите, движение довольно интенсивное здесь. Много магазинов, много коммерческих, которые обслуживают население. И, соответственно, очень рады, как и представители органов местного и как жители, прежде всего, я здесь тоже недалеко живу. И очень вижу, что радость людей, пешеходов. Надеемся, что эта тенденция продолжится и в будущем. Спустя совсем короткое время улица Мира стала одной из оживленных. Все водители выбирают маршрут, который прокладывают именно по ней. Гладкая ровная дорога не может не радовать автолюбителей. Дорога была тут очень ужасная. Конечно, были канавы, ямы очень большие были. Но сейчас новое покрытие сделали, асфальт положили. Вообще замечательно. Раньше объезжали вот так, по трассе, окольными путями. Сюда к магазинам было возможно даже не проехать. Такую дорогу нам сделали. В общем, спасибо большое. Очень приятно ехать. И стараемся даже не по трассе ехать, хотя тут чуть меньше и движения. В общем, очень удобно получилось. Спасибо большое тем, кто беспокоился за все это. Здесь очень хорошая стала дорога. Раньше здесь было даже ходить невозможно. Сейчас приятно ездить и ходить, и наблюдать, какая ровная поверхность. На этом благоустройство дорог Станицы-Зеленчукска не закончится. Ремонтные работы на дорогах набирают обороты. По плану специалисты намерены привести все проблемные участки улиц Станицы в надлежащий вид. Ринат Ибрагимов, Мурат Кембрюгов, Архивист 24. А мы в ответе за тех, кого трудоустроили. Нарушение требований охраны труда и ответственности, которые несут за это работодатели. А вот основные вопросы, которые обсудили на семинаре в Доме профсоюзов города Черкеска. Тема встречи была выбрана не случайно. Ведь зачастую многие работодатели не уделяют особого внимания условиям, в которых находятся сотрудники. А тем временем законодательство приписывает огромный штраф руководителям предприятий. Даже за малейшие нарушения. Подробностью нашего корреспондента. Специалисты по охране труда и работники кадровых служб районах и городских управлений соцзащиты, бюджетных учреждений, предприятий республики пришли на семинар, чтобы узнать о новшествах системы стандартов безопасности труда. Инструктаж провели представители компании «АТОН». Работаем мы на рынке более 12 лет. У нас огромный штат сотрудников. Ребята работают, профессионалы с высшим образованием. К каждому из вас будет прикреплен ваш личный менеджер, если вам что-то понравится и вы захотите сотрудничать с нашей организацией. «АТОН» – это компания, предоставляющая информационную поддержку по специальной оценке условий труда, производственному контролю и экологическим проектам. Его представители помогают в оформлении документаций по охране труда, экологии, консультируют по вопросам правовых основ охраны труда и экологической безопасности, а также проводят необходимые лабораторные исследования, в том числе для специальной оценки условий труда. «Само по себе определение охраны труда, оно точно также находит свое отражение в Трудовом кодексе Российской Федерации, а конкретно это статья 209 главы 10, в которой говорится, что охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя огромное количество мероприятий. Так вот, друзья мои, слово «система» здесь, наверное, основное и превалирующее именно слово в этом определении». Представители компании в ходе лекции отметили, что зачастую в вопросах организации труда работодатели не осознают всю ответственность, которую они несут за своих работников, и малейшее нарушение влечет за собой штрафы, порой даже немалые. Что касается нашей республики, вопросам охраны труда здесь уделяется большое внимание. «На уровне правительства существует программа, даже программа именно о мерах по охране труда, государственная программа, и проводятся в рамках этой программы различные мероприятия, конкурсы, семинары, обучающие семинары, методические материалы выпускаются. Мы считаем очень важным проведение таких семинаров, сбор специалистов. И ведь все-таки по сути меры, которые принимаются в рамках охраны труда, это очень важно для сбережения здоровья, для предупреждения аварий». На протяжении всего дня участники семинара прослушали лекции по разным темам, касающиеся ответственности за нарушение требований охраны труда, оценки условий труда, нормативно-правовой базы, приведение уровня квалификации работников в соответствии с профессиональными стандартами и других вопросов. Анета Дышекова, Мурат Кемрюгов, Архив 24. Получить загранпаспорт и сэкономить. Это стало возможным благодаря единому порталу госуслуг. Жители Карачао-Черкесии могут воспользоваться правом оплачивать ряд услуг по направлению миграции, начиная регистрация по месту жительства, заканчивая получением заграничного паспорта любого образца со скидкой в 30%. Единственное условие – заказ и оплата должны осуществляться в электронном виде. Совершать платежи можно через сайт госуслуг либо через мобильное предложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Таким образом, у жителей республики появилась возможность удобно с минимальными затратами времени и средств получить госуслуги. О преимуществе получения госуслуг в электронном виде сообщает Управление по вопросам миграции МВД по Карачао-Черкесии. Если брать заграничные паспорта старого образца, здесь государственная пошлина составляет на него 2000 рублей. При подаче через единый портал государственных услуг сумма снижается до 1400 рублей. Более востребована у нас, конечно, услуга, как оформление заграничного паспорта нового образца сроком на 10 лет. Следующая услуга – это оформление заграничного паспорта нового образца сроком действия 10 лет. Она более востребована у нас. Госпошлина по ней составляет 3500 рублей, но при регистрации через единый портал государственных услуг и хотелось бы отметить при оплате через единый портал государственных услуг, просто граждане путают немного, она составляет 2450 рублей. Также Управление по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесской республике предоставляет следующую услугу как выдача приглашений на въезд на территорию Российской Федерации. Госпошлина по данной услуге составляет 800 рублей, но через подачу через единый портал государственных услуг она сокращается до 560 рублей. Тоже весьма ощутимая скидка. Карачаево-Черкесия глазами художников. Лучшие мастера холста и кести подготовили выставку, посвященную 25-летию родной республики. Величественные горы, бурные реки, городские улочки и замысловатые пейзажи. Взглянуть на родной край сквозь холсты живописцев можно в картинной галерее республиканской столицы. На открытии побывала и наша съемочная группа. Четверть века как республика и практически 100 лет как автономная область. Вот-вот Карачаево-Черкесия отметит двойной юбилей. Ученые сообщества подводят социально-экономические итоги для написания нового учебника. Артисты готовят концертные программы. А вот мастера холста и кисти никуда не спешат. Искусство не терпит суеты. Моя родная республика. Вот так тепло и символично звучит название выставки, подготовленной живописцами. Все они долгое время готовились представить на вернисаже свои самые лучшие работы. И каждая из них своеобразная. Признание в любви к родной земле. Художники готовились к этой знаменательной дате. 25 лет нашей республики. И тема, которую сегодня обозначили, это, естественно, красота наших гор, красота нашей местности, пейзаж. В верхушке гор скрыты в сизой дымке. Древний аул, раскинувшийся у подножия скал. Цветы выполнены в ставшей уже традиционной для Карачаева-Черкесии войлочной техники. Каждый мастер подошел к творческому подарку республики с душой и трепетом. И все же, главная тема всей экспозиции, безусловно, пейзаж. Именно красоты родного края привлекают художников больше всего. Я всегда по-хорошему завидую художникам, как можно видеть вот эту красоту всего, то, что мы видим. И отобразите это на бумаге, на картине. В первый же день открытия выставки в зале было буквально не протолкнуться. Посетители были самые разные. Среди них много как ценителей искусства, так и тех, кто его создает. Второкурсница Настя Кащеева учится в колледже культуры и искусств. Она будущий художник. Практически каждая картина вызвала восторг у девушки. Но вот одна из них в фаворитах. Это творение Микера Барлакова под названием «Мара». Необычный цвет неба и общее ощущение от холста. Вот что привлекло юного живописца. На ней изображен, видимо, утес и подножие вот этого утеса и деревня какая-то. И просто небо. Мне очень понравилась. Сегодняшняя выставка была довольно необычная. Я увидела много новых картин. Очень большое количество разнообразных новых сочетаний цветов, которые я раньше никогда, ну не знаю, даже не могла в себе вообразить. Общие впечатления от выставки только положительны. Пожалуй, каждый сможет найти на Вернисаже ту картину, которая, по его мнению, олицетворяет родную республику. Мне очень понравились практически все картины. Они были очень красивыми. Такими в каждой есть что-то свое особенное. Узнала я об этой галерее из художественной школы, в которую я хожу не так давно. И вместе с художественной школой мы решили прийти сюда группой. Все картины понравились. Вообще к художеству мы относимся положительно. И вот ребенка отправили в художественную школу, чтобы была немножко приближена к искусству. Тут все очень красивые картины. Мне она очень понравилась. Мне тоже все нравится. Картины, особенно из архаза. Все картины очень красивые. Они имеют такой необыкновенный вид. Они все бесподобные. Много разных оттенков, цветов. И тут не может никакая лично нравится. Они все очень красивые, необычные. Мне очень понравилась эта картина. Там стоит Эльбрус, и вокруг него очень красивые деревья. Выставка проходит в картинной галерее республиканской столицы и продлится до 12 октября. Тадыг Джалавян, Далиль Мирза, Архыз, 24. Забота о ветеранах. В Черкесске почетные грамоты Народного собрания парламента Карачао-Черкесии наградили руководителя таксопарка «Логан» Руслана Джамбаева. Фирма осуществляет бесплатную перевозку ветеранов, инвалидов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Церемонию награждения провел председатель Совета Старичной Республики Николай Такушинов. В торжестве приняли участие сами ветераны, которые пользуются бесплатными услугами такси. Каждое 9 мая компания перевозила их в любую точку республики вместе с родными на безвозмездной основе. Позже организация приняла решение сделать проезд для ветеранов полностью бесплатной. И не только в День Победы. Акция действует уже 4 года. Часто пользуюсь вашими услугами, въезду в поликлинику, поскольку уже по возрасту центральный рынок. И за все это выражаю вам высокую благодарность. Когда я получаю отчеты и вижу, что сегодня 1, 2, 3 ветерана воспользовались нашими услугами, это на самом деле очень приятно. Ваше здоровье в ваших руках. В Карачао-Черкесии стартовала прививочная кампания. Во всех медучреждениях региона активно идет вакцинация населения. В этом году она хватит около 40% жителей республики. Это в свою очередь создаст достаточную иммунную прослойку, которая поспособствует предотвращению массовых случаев заболевания, а также тяжелых форм гриппа. Как не оказаться в ловушке вируса, расскажет Дарья Назарова. Сейчас коридоры городской поликлиники не переполнены больными. Оно и понятно. Эпидемия гриппа обычно начинается с наступлением ноябрьских холодов. Но очередь на прививки уже выстроилась большая. Людмила Сахно делает вакцинацию уже много лет. Женщина считает, что это самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Прививки делаю ежегодно. Стараюсь обезопасить себя своих близких от этого вируса. Даже если немножко и простынешь, все равно это проходит в более такой форме, без осложнений. Все равно это спасает. Советую всем приходить, делать тем более бесплатно. Никаких проблем. Очередей нет. Все очень быстро и комфортно. Делать прививки в первую очередь советуют тем, кто постоянно общается и работает с большим количеством людей. Это медики, учителя, работники сферы торговли и другие. Именно они – основная группа риска. Сильно за зиму болела 3-4 раза. А вот пятый год работаю в поликлинике и делаю прививку, и мне очень помогает. Почти за зиму ни разу не болею. Из-за способности вируса постоянно монтировать состав вакцины ежегодно меняется. Его регламентирует Всемирная организация здравоохранения. В поликлинику поступила вакцина СОВИ-грипп в количестве 6 тысяч. Должно быть привито 35% населения в этом году. Это вакцина от гриппа типа А и Б. Что делает эта вакцина? То есть, проникая в организм, она препятствует распространению вируса по организму. И вирус гриппа погибает в организме в течение одного дня. Хотя на лечение бы потребовалось 5-7 дней. Делать прививку от гриппа необходимо за несколько месяцев до вспышки заболевания. Ведь ранняя иммунизация призвана предупредить возникновение эпидемии. И тем самым сократить число заболевших. Кто может привиться от вируса гриппа? Это дети, посещающие дошкольные учреждения. Все школьники с 1 по 11 классы. Все взрослое население. И взрослое население старше 60 лет. Как известно, профилактика гораздо лучше лечения. А потому не откладывайте вакцинацию в долгий ящик. Сегодня вакцина уже доставлена во все медучреждения республики. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архиз 24. Рожденные в неволе. В одном из зооприютов Карачао-Черкесии произошло необычное событие. Там родились детеныши леопарда. Наша съемочная группа одной из первых навестила новорожденных и познакомилась с самкой леопарда по имени Звездочка. 14 августа в зооприюте Лайн в поселке Красный Курган. Малокарачаевского района произошло знаменательное событие. Четырехлетняя самка леопарда по имени Звездочка стала мамой двух прекрасных малышей. По своей сути, это уникальный случай. Ведь леопарды очень редко размножаются в неволе. Теперь жители и гости Карачао-Черкесии, посетив зооприют, смогут собственными глазами увидеть целое семейство леопардов. Зооприют Лайн открыл свои двери для всех любителей диких животных чуть более двух лет назад. Расул Тикеев, владелец зверинца, начинал собирать местных обитателей, как говорится, по крупицам. И новоиспечённая мать, самка леопарда, была одной из первых, кто появился в зооприюте. Звёздочка как бы с самого начала она у нас находится. Откуда приехала? Приехала, из частных рук приобретали, привезли, продали, приобрели. Как так получилось, что стала всё-таки мамой в неволе? Это в первый раз, не в первый? И вот вы, насколько вы всё-таки профессионал, держите зооприют. Знаете ли, частые такие случаи бывают? Бывает очень редко. Если бы много было, видно было бы. Но очень редко. У нас она два раза уже родила. Первый раз трёх, сейчас вот до. Ну, это уход, наверное. Вот это упитанное всё. А как ухаживаете за животными? Ну, как? Постоянно. За детьми надо постоянно смотреть за ними. Как признаётся Расул, рождение детёнышей леопардов было для него безумно радостной вестью. Ведь сам он всегда любил животных. И, как говорит, открытие зооприюта было для него совмещением приятного с полезным. За всеми обитателями питомника ведётся тщательный уход. Для каждого составляется специальный рацион питания. Вот и теперь для звёздочки был разработан специальный уход, в котором учитываются все нужды молодой матери. Витамин добавляем в рацион. Рыбий жир, именно когда она беременна, когда кормит, надо обязательно смотреть. В общем, уход тщательный, несколько раз в день. Постоянно наблюдаем. А ветеринаров вызывали? Есть ветеринаров, закреплённые ветеринары. Вот районный ветеринар хороший. Посещал, то есть, да? Посещает постоянно, да, раз в месяц хотя бы приезжает. А малыши чем кормите? Только мать? Только мать кормит. Ну, сейчас будем пытаться сосочки кормить, приучать. Занимательно, что в зооприюте Лань леопарды не первые животные, принёсшие потомство. Ранее здесь рождались и львята, и детёныши пумы. А сейчас ожидается прибавление в семье медведей. Вообще, у держателя питомца в багаже очень много интересных, порой просто умилительных историй о местных обитателях. Интересно было, когда я сам удивился, когда вот лев заболел как-то осенью, он как-то заболел. Сидел, вот, неподвижно двое суток сидел. Самка подходила, там, дёргала его, видимо, чувствовала, что ему надо встать, подвигаться. И обычно, когда мы их кормим, когда обычно, да, вот, по два куска мяса, ему и ей, они как бы забирают друг у друга, ну, как собаки, да, вот, забирают друг у друга. А вот в тот раз, когда он заболел, она взяла три куска своих даже, положила перед ним маленький четвёртый, взяла сама, съела. И начал его дёргать, дёргать, ну, понял, что ему надо встать. Она давала знать. Я потянул его, чтобы, ну, укол сделать. Он встал, пошёл и начал есть. И всё, пошло, и всё. То есть заботилась, да? Да, она так заботилась. А когда она родила, он начало спокойный, ласковый, да, подходишь, гладишь его. Он защищал её через клетку, защищал не под клеткой. Ну, то есть людям надо учиться у них. Екатерина Пронина из города Санкт-Петербург решила посетить зверинец вместе со своим маленьким сыном. От увиденного гостя остались довольны и полны положительных эмоций. Мы на водопады уехали. На медовые, да? Да, и поэтому заехали к вам, увидели. Ну, как впечатление, каких животных уже увидели и больше всего, что запомнилось вот сейчас на данном. Что понравилось в приюте? Всё нравится. Кормили обезьянок. А сын видел до этого? Нет, не видел. Мы с ним ещё не были в Питере зоопарке. Вот для него первый большой зоопарк. То есть он первый раз видит таких животных, хищных. Обязательно расскажем, чтобы люди приезжали, посещали зоопарк. Нам очень понравилось. Ну, а пока редкий турист наведывается в зооприют, Расул планирует начать строительство новых, более просторных и удобных вольеров для своих животных. Ведь маленькие леопарды совсем скоро подрастут. И семейству понадобится больше места. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства «Корчава Черкесия» и на нашем канале «Архыз 24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова